Ребята, всем привет! Вы на канале Физрук Палыч. У нас сегодня в эстраде на экскурсию. Через минуту подъедет наш автобус. На улице херачит дождь, поэтому не знаю, что у нас получится. Оставайтесь, не переключайтесь, все увидите. Палыч как раз тоже собрался и соединяется. Привет! Всем привет и всем пока! Ну что, ребята, ровно в 2.50 мы подошли к рецепшн. Ждем. Как раз сейчас должен изобрать наш микроавтобус. Едем мы на небольшом автобусе. Мы так поняли, сказали, с собой большие сумки не брать. У нас маленькая. И рюкзачок. Она небольшая. Вот. Ну хотя экскурсия двудневная. С собой два полотенца надо, два купальника там зачем-то. Короче, купаться, видимо, будем капец. Мыльно-рыдный. Да. И все это вот в мой маленький рюкзачок, как вы думаете, поместится у меня нет. И вообще я же девочка, я хочу нарядиться. А у Палыча вот эта вот сумочка, которую в ликотлоне купили, как нельзя пришлась кстати. Очень удобно. Мне сюда камеру, телефончик, все под рукой. Все. Была у Палыча сумка. Походу отняла у Палыча сумку. В общем, едем на экскурсию. Уже дальше по остановочкам буду вам все рассказывать, когда, через сколько, во сколько, во сколько нас заберут. А ты дождевики не взял случайно? Нет, дождевики не взял. А, ну зашибись. Короче, мы будем как мокрые курицы. Ну что, ребята, пока все четко, без опозданий. Девочка была на связи, координировала нас. А что, подождите, сейчас подъедет. Ой, короче, нам дали поспать. У вас прошло буквально мгновение, а у нас больше двух часов. И мы чудеснейшим образом телепортировались на рынок раскрывающихся зонтиков. Сейчас у нас здесь будет завтрак. Уже развело на часах 6 часов утра. Я не знаю, где мы находимся. Я не знаю, куда мы стоим, но зондики уже раскрываются. А, нет, ну, сейчас мы сами все посмотрим, как это выглядит. Сказали, прямо на железной дороге. Все это происходит. В общем, вот по таким колоритным местам мы идем. Поэтому обувь нужна, удобная. Такие проходы. И вот наше карфе, в котором мы будем завтракать. В общем, нам дали 20 минут времени. Вот железная дорога, по которой несколько раз в день проходит поезд. Рынок прямо по железной дороге проходит. И когда идет поезд, то все это сворачивается быстренько, а потом разворачивается. Вот такие дела. Сейчас на это все мы с Палычем посмотрим. Но смотреть мы будем, скорее всего, изнутри. Короче, сейчас порешаем. Пока ждем свой приближающийся поезд. Палыч пошел за кофе утренним. Он сейчас озвучит цены. Но, по-моему, в районе от 60 до 80 бат это стоит. Хотя, зачем я буду ждать Палыча, если вот там все цены в кафе, буквально, вот, можете посмотреть. В общем, вот такой вот кофеек. У меня капучино. У Палыча латта 60 бат. А у меня с корицей, у Палыча без корицы. А я терпеть не могу кофе с корицей. Но они даже не спрашивают. Короче, в любом случае, это очень вкусно. Всем доброе утро. Если вы завтракаете, добрый вечер, если ужинаете. И вообще, доброго времени суток всегда. В общем, сейчас будет приближаться поезд. Всех обовести и просят уйти с рельса. И наблюдаем, как он пойдет. Вот видите, как можно наблюдать прямо, прямо близко-близко. Ребята, на эти лавочки вставай, сейчас мы на шеи поднесем. Нам с Идом, я так поняла, не очень повезло, как обычно. В общем, вот так нас поставили вдоль железнодорожного полотна. И ждем поезд. Я уже поняла, что все это надо. Так, дожидаем. Все торговцы уже включены, правильно. У нас деньги обосновлены. А как он сейчас по фруктам поедет? В камере одни телефоны. Прямо совсем близко подходит. Мамочки. Руки убираем. Прямо совсем близко. Прямо времени остановиться. Прямо времени остановиться. В общем, мы смотрим на них, они смотрят на нас. Вот еще и Маша. Ну все, флешмоб закончен. Едем в следующую локацию. Если вы никогда не видели тайские туалеты, то они выглядят вот так. Примерно везде одинаковые. Ну я просто не могла этого не снять. Цена 5 бат. А нет, я немножечко неправильно выразилась. Это традиционные туалеты на традиционных тайских рынках. Это не везде они такие. Очень скользко. Да, это вот традиционный тайский рынок. Он действующий. Так вот и говорят, что здесь это, как сказать, совок-совок. Ну вот здесь, вон, это рынок и рынок. И туалет вот такой. Нормальный, чистенький. В общем, двигаемся к своим минивенам и отправляемся в следующую локацию. По-моему, это храм какой-то там креветки. Но это не точно. Боевой. Да. Сейчас все поподробнее узнаем. И вы это все увидите, конечно же. Но, к сожалению, не у нашего гида. Да, с гидом нам в этот раз не повезло снова. Мужчины наследника поменяли правила. Они их изрубили многовековые. И теперь женщина может наследовать престол. В Таиланде передается престол только по мужской линии, ближайшим родственнику мужчине. Женщина никогда не будет во главе страны, потому что страна у нас патриархальная. И женщина, если говорить совсем конкретно, то до 32-го года, точнее, до 32-го года, до революции, которая произошла при Рабе-Седьмом, последней абсолютно монархии Азии, последней абсолютно монархии Сиамы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, ребята, как вы поняли, мы подъехали к храму воинствующей креветки. Снимать внутри храма нельзя, поэтому поснимаю немножко снаружи и расскажу вам свои впечатления уже после. Смотрите, какие деревья, корни проросшие сквозь здания. Красиво. Я такое видела только в Анкурвате. Это все боевые петухи. И вот, да, при каждом храме боевые петухи, которые когда-то спасли жизнь всему Сиаму, можно сказать, сиамских мужчин, я так поняла, подняли на войну с бирманцами. Но для этого надо знать историю. Кстати, гид наш неплохо рассказывает. А я знаю историю. Женщины называли придатками мужчин. В общем, интересно на самом деле. Сейчас нам раздадут маски. Внутри находиться без масок нельзя. Вся провинция маленькая. Очень много пожилых людей. Поэтому до сих пор здесь такие цифропилактики коронавируса сохраняются. Внутри храма, как я уже сказала, снимать нельзя. А снаружи можно. Территория такая небольшая. Вот так это примерно выглядит. Перестраиваться на новый лад. Потому что все хорошо. Во-первых, это сейчас свинья такое. Нам 2550 год. Пока наш гид рассказывает. Интересно, как я это сказал. Зря я сначала расстроилась. Вот прикрытие Мнага. Голового змея на его пользу. Мнаг один из дней, когда были нашланы бары в ходу испытания в виде проливного дождя, огромного града и шпального ветра, защитил его своим телом, обвив, взяв на себя все невзгоды и весь холод. Все на себя и был закрыт капюшоном своим нагголовым. Ну, нагголовый. Нагоголовый капюшоном. Просто не открывать дождя и из града. В субботу рождены люди. Говорят, рожден в рубашке. То есть все проходит у него не так сложно и проблематично, как я в других субботу. Все в себя получается, все удается. Ну, и в субботу каждый день. Почему воскресенье? Как же нравится? Слушай, да? Я в рубашке. А я великолепный учитель. Вот они, Будды по дням недели. Храм воинствующей креветки. Здесь же находится школа бокса Муатай. А это суббота, Надюха. Да, вы слышали. Цвет у меня фиолетовый. И родилась я в рубашке. А Палыч перерожденный учитель. Это прямо вот по Будде в понедельник. Цвет желтый. И учителька. У него просто выбора не было, оказывается. Да, великолепный. Не просто учителька, великолепный учителец. Маски нужно снять. В общем, интересно рассказывает экскурсовод. Беру свои слова обратно. Простили меня. Но мне понравилось. Видно, что человек очень интересуется. История, история буддизма. И вообще история Сиама. Так назывался Таиланд раньше. А сейчас мы отправляемся на следующую локацию. Я не знаю, что это. Но увидим. У нас сегодня очень насыщенная программа. Не прошло 10 минут. Мы телепортировались на плавучий рынок. Сейчас будем плавать на лодочках. Сказали все гаджеты убрать подальше. Потому что вполне возможно, что они могут утонуть. Смотрите. Но ты-то не рукожоп. Кафе тут у нас. Ты-то ничего не уронишь. И я-то рукожоп еще тот. В общем, каналы грязные. Ой, смотрите. Сейчас сядем и поедем. Отправляемся. Ну и как обычно стал очень любимый самый профиль. Да. Ты-то не гадал. Нет, это не круто. Продолжение следует... 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 По пути гид рассказывает нам очень интересные факты о истории Таиланда, о жителях Таиланда, о народностях Таиланда. Вообще очень интересно. В общем, Палыч идет впереди всей группы, решил успеть добежать до седьмого уровня. Там экскурсовод, гид. Вот он, видите, там сзади нас идет группа. Он очень интересно рассказывает. Я, получается, и на Палыча смотрю, чтобы он не убежал далеко, и там ухагрею слушаю. Меня за узлы держит. Да, гид проводит нас до первого уровня. Расскажет, где взять спасжилеты для купания в аренду. Где что, и дальше мы уже сами пойдем. Вот такая вот живописная дорога ведет к водопаду. Мы еще не дышали даже до первого уровня. Прикольно. Не знаю, скользко здесь не скользко, когда сыро. Но обувь одеваете удобную. У нас с Палычем кроссовки, а люди в кораллочках идут. И нам повезло, потому что сухо. Да, дальше, наверное, будут камушки, конечно. И, возможно, будет проблематично. На встречу попадаются сплошные инострации. Надо учить английский. Каждый раз себе об этом говорю. Подходим, тут такая река льется. Это, видимо, уже первый уровень водопада. Близко, может, это он и есть. В общем, вот так это все выглядит. Красивенько. Здесь так завораживание! В общем, ребята, здесь красиво. К сожалению, нарезочку снять я вам не смогу. Нет у меня времени на все это. Придется вам самим взять экскурсию. И приехать сюда. Но по пути вот так вот поснимаю. В режиме влога. Вот спас-жилеты. Аренда у нас стоит 20 бат за 2 часа. Палыч уже обмундировался. Сейчас ты можешь снять спас-жилет. Да, нам бежать. И вот, смотрите, какая здесь красотища. Просто. Блин, я ничего не успеваю. Сделай фоскут. Сделала. Все побежали. Все, Палыч уже побежал. Я по пути пытаюсь что-то сфотографировать. По дорожке, по дорожке. Куда ты? Вот там указатели есть. Вот через 40 метров написано уже будет второй уровень водопада. В общем, второй уровень. Так же, как третий, мы пробегаем мимо. Вот как это выглядит. Купание в жилетах. Второй уровень. Я так понимаю, это вот здесь. Там плавают рыбки. Их отсюда можно видеть. А мы бежим на четвертый уровень и дальше. А нет, я вас обманула. Это второй уровень. Третий выше. Через 90 метров. Дорога здесь вот такая. В принципе, удобная. Лесенки. Не думаю, что они будут сильно скользкие. Единственное, на корне деревьев наступать, наверное, не надо во время дожди. Мостик. Вот это я помню. Здесь я фоталась лет 10 назад. Вот он. Третий уровень водопада, я так понимаю. Здесь будут шикарные фотки. Конечно же, вот второй уровень там пониже. Идем выше. Все фотографии будут на обратном пути по всей видимости. Хотя сейчас они самые шикарные. Светит солнце. В общем, указателя на четвертый уровень я не увидела. И не знаю, куда мы идем в итоге. Спросили у тайца. Он отправил сюда. Но люди, я смотрю, идут по более нормальной дороге. То есть он просто, видимо, был раньше. Мы, как обычно, пошли короткой дорогой. Так что внимательно смотрите указатели. Иначе будете вот так, как мы карабкаться по камням. Вот такая крутая лесенка ведет на четвертый уровень. Но идти комфортно. Спускаться, наверное, будет менее комфортно. Хотя нормально. По пути на четвертый уровень здесь вот такая смотровая площадка есть прикольная. Но мы идем дальше. Ребята, вот четвертый уровень водопада. Дорога комфортная. Расстояние полтора километра от первого. Вернее, не от первого, а от начала пути. Идти комфортно, нормально. Вот это вот платье. Это подношение для духов. К ним лучше не приближаться. Это нам гид сказал. Не надо их тревожить. Это богиня воды. Которая выходит по ночам. Не только по ночам. И одевается. Ну, чтоб, как я голенькая, не ходить по городу. Вот такая вот дорога по мостику. На пятый уровень. Красиво. Снимаю дорогу туда. Чтоб вы имели представление. По какой местности придется передвигаться. Туда, кстати, идти комфортно. А вот обратно с таких крутых ступенек, скорее всего, будет не очень. Народу много. И поручни с одной стороны всего. И, как правило, поднимаются по ним. А спускаться приходится без них. Вот он уже пятый уровень. Но мы-то машины. Здесь километр семьсот. Короче, все очень рядышком. Если вот так бегом пробежаться, то мы всего потратили пока что 30 минут. Но мы... И то останавливались. Пару раз останавливались. Сделали пару фоток, пока светило солнце. Просто они красивые. Так что, в принципе, можно и не торопясь подниматься. Но мы-то хотим показать все семь уровней. Говорят, самые полноводные это третий и четвертый. Ну вот пятый вы сами видели. Он такой себе водопадик. Идти тяжело не за счет того, что как бы в горку это легкотня. А за счет того, что большая влажность очень. В джунгли. Жарко, лето. Хотя тут как бы... И обед еще не умеет. Да. Вроде солнце сильно не светит. Но душновато. Вот такая вот дорожка местами встречается. Это не змея, это лиана. Но надо быть внимательными. Под ногами могут быть и змеи, и скалопендры, и мартышки. И все. Все, что и кто живет в этих джунглях. Солнце прям парит, когда светит. И это хорошо. Надеемся, что... Да, на обратном пути успеем сделать, пока солнце фотки. Видите, я вся мокрая. Конечно успеем. Хотелось бы солнечное. Палыч мне не дает останавливаться. Говорит, надо успеть до седьмого уровня дойти. Да, это где стать там? Да. В прошлый раз мы, наверное, до четвертого только дошли. До третьего. Пока везде покупались, пока везде пофотались. Здесь мы еще нигде не купались. И нигде не фотались. Я так понимаю, это шестой уровень, наверное. Наверное, вообще легкотня. Идем на седьмой уровень водопада. Я так понимаю, он последний. И почему-то мне под ногами стало скользко. Возможно, я наступила на что-то скользкое. Типа шкурки от банана. Вот эти вот веревочки обвязанные. А это тоже все для духов. Тайцы считают, они же глубоко верующие во все приметы и суеверные люди. И что вот богиню воды они так, как сказать, задабривают, что ли. Ну и за все время существования эрована, может, благодаря этому, ни один человек в водопаде не утонул. Хотя вот в этих чашах глубина до сих пор неизвестна какая. Это все природные источники, природные чаши для купания. Короче, скоро уже, видимо, седьмой уровень, я так понимаю. Ой, я вас снова дезинформировала. Это только пятый уровень. У них просто указатели на каждом углу, что эта дорога на шестой уровень. Там через 200 метров, через 50 будет шестой уровень. А мы еще, оказывается, дошли только до пятого. Все, гоу, 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 гоу. Палыч не дает мне на секунду остановиться, запечатлеть мгновение, поймать момент. А на обратном пути мне будет не до этого, потому что спускаться вот по такой дороге будет не особо-то комфортно. В общем, я поняла, как я сделаю, как я, в принципе, сейчас делаю. Дорогу туда я сниму на камеру. Вот вам все показываю. Идем на шестой уровень. Пока сами ничего не знаем. Тут же все, что видим, то и рассказываем. А вот уже дорогу обратно. По дороге обратно я, скорее всего, на камеру снимать уже ничего не буду. Но это не точно, опять же. Но зато буду делать фотографии. Возможно, какие-то ролики для наших соцсетей короткие. Кстати, кто не подписался еще на нас в Дзен, во Вконтакте, на Ютубе, надо срочно подписаться. Иначе пропустите вот такую красоту. Ну, не в смысле нас, а в смысле вот такую красоту. В общем, ребят, имейте в виду, после пятого уровня начинается вот такая дорога. Поэтому рассчитывайте свои силы, как тут с детьми. В принципе, когда сухо, подниматься нормально. Спускаться всегда сложнее. А вот когда сыро, скорее всего, тут грязновато, такая генистая почва. Наверное, будет скользко. Поехали дальше. Вот, дошли до шестого уровня, но мы его пропускаем. Идем на седьмой. На обратном пути забежим. Ну, значит, придется мне включить камеру. Здесь дорога опять становится лучше. Появились ступеньки. Но, правда, бесспорчней. Палыч сказал, что на водопадах Минделиха, который в Сочи на Розе Хутор находится, намного сложнее дорога. Я, в принципе, с ним согласна. Но я не знаю, что нас ждет впереди. Поэтому тут немножко тяжело. Смотрите, какая красотища по дороге. Вот для этого и надо путешествовать. Путешествовать. Единственное, я практически никогда не успеваю это все смотреть. Потому что надо смотреть под ноги. Надо держать камеру. Еще где-то что-то котать. И потом смотрю это вместе с вами уже либо во время готового видео, либо чаще на процессе монтажа. Отсматриваю все равно. Все, что монтирую. Вот здесь. Вот так вот. Вода. Скользко. Ой-ой-ой. Ну, прикольно. Короче, дым туда вверх. Я так понимаю, мы приближаемся, приближаемся к финишной. К прямой. Вот он, шестой уровень. Справа от нас. Вы его видите сейчас? Я нет. Потому что смотрю под ноги. Вот такая здесь дорога. Красивенько. Прикольно. джунгли. Ну, конечно, если бы не было здесь этой лесенки, посмотрите сквозь нее. Просто невозможно было бы сюда подняться. Было бы меньше народу, мне кажется. Вообще меньше. И самое, самое что классное. Одни сотрудники заповедника. Знаете, что самое классное? И мартышки. Что здесь на тайском написано. Прям классно. Все понятно. Все понятно. На чистейшем тайском языке. Все указатели. Все понятно. Выше пятого уровня. Вот, видите? Все на чистейшем тайском. Да, да, да. Это классно. И чтобы там змея нарисована зеленая, видели? Ну, походу, она ядовитая. Но написали на тайском, чтобы не пугать туристов. Пока мне навстречу встречаются одни иностранцы. Причем разноязычные. Вот, смотрите, какая. Видимо, мостик какой-то был обрушенный. Или дорога, может, раньше такая была. Знаете, это для тебя мостик. В общем, я так поняла, седьмой уровень. Это самый же скач. Это, наверное, куда-то вот туда. Вот так это выглядит. Что мы туда поперлись, я не знаю. Был там подъем. А здесь уже мало кто идет. Ну, можно сказать, кроме нас с Палычем. А вообще пока никого не вижу. Вообще, стоит ли туда идти, не знаю. Может, стоило бы загуглить. Переводчик на тайском. Что там про змеи было написано. Надо смотреть под ноги внимательно. Ну, в общем, вот так здесь очень, очень атмосферно и красиво. Джунгли. Обожаю джунгли. И когда мы одни. Вообще. Кто смотрел наш китайский вояж, где мы в жерло вулкана спускались. Ребята, кричу за 35 момент. Вот, примерно такие же джунгли. И ты, получается, вокруг тебя вот эти все джунгли. И ты в жерле вулкана на глубине. Вот он, седьмой уровень. Конечная точка. Финиш. Вот. Дальше только для скалолазов дорога. Видите, проход закрыт. Сидит охранник. Вас туда не пустят. Смотрите, время на все про все у нас ушло 46 минут. Расстояние 2,62 от стоянки автобусов. Комфортно подниматься. Но за счет того, что будет народ, будет не очень комфортно спускаться. Надо будет пропускать народ. Назад это все займет, конечно, много времени. Но сейчас уже снимать буду только фоточки. И, возможно, возможно, если я не забуду, я какие-то нарезки фото-видео ставлю. Но это не точно. Вот тут прям охота окунуться. Но потом мне охота идти в мокрых ботинках. Мы, конечно, взяли сланцы, но спускаться не вариант сланцы. Да, здесь не очень красиво. Да, сейчас просто сделаю фотку. И пойдем потихоньку спускаться. Там на третьем, на четвертом уровне есть рыбки, которые делают пилинг. Здесь очень много мух. Поэтому нам рекомендовали взять с собой вот этот лимонный гель попшикаться. И мы взяли, но не попшикались еще. И вот здесь они прямо начинают облеплять. Тело потное. И они прямо так. Главное, чтобы не покусали. Давай, вставай вот сюда. В общем, делаем фотки и отправляемся с вами в обратное путешествие. С водопада седьмого до первого уровня. Седьмого! Седьмого! Мы сделали это, закрыли гешталь. Да! Эта гешта. что ребята спускаемся обратно в общем когда я говорила пшикайтесь вот этой лимонграссовой штучкой реально пшикайтесь потому что меня укусила какая-то оса или хрен знает чё палыч вытащил жало было ну вот как укус пчелы не знаю что это вот немножко начало развиваться вот такое я не видела но боль была капец как будто вот пчела ужалила когда попшикалась вот эти все мухи сразу отступили и теперь даже иду вот потная но спокойно но опять же действия хватает на 4 часа и он легко смывается водой потому что это нормально да поэтому если вы такая же чувствительная как я вас обязательно здесь кто-нибудь может укусить шикайтесь какой-нибудь фигней от всех этих насекомоядных друзей теперь не торопясь уже можно вот так спуститься смотрите как красиво и главное народ то есть теперь тусуется куда-то сюда идет а мы уже назад гид у нас огнище молодец подсказал так как надо действовать пойдет в общем палыч легких путей не ищет там где не ступала нога человека практически никого нет там должен быть он конечно же вот отсюда спустился пошел разделся оделся пофотался и идет назад я надеюсь это вот шестой уровень водопада куда мы с палычем обещала вам что зайдем на обратном пути и и не зашли вот сейчас до него дойдем я промочила ноги теперь два дня буду жить в мокрых кроссовках потому что палыч решил сфотографировать меня на камушке а я на него с него соскользнула и прямиком воду в кроссовках посмотрите как красиво сейчас буду все фотографировать так вот надо аккуратно под ноги смотреть очень вот о чем я вам говорю видите ящерка мини варанчик вот он маленький но очень подвижный поэтому надо аккуратнее смотреть все равно под ноги когда идете вот по такой местности здесь какие-то предупреждающие знаки на чистейшем тайском языке я не учила перед посещением тайский но ящери здесь много я думаю они безобидно но опять же кто знает вот это кто меня укусил непонятно но жало было как от осы или пчелы пчелы наверно после нажала не оставляет надеюсь что я выжила в этой экспедиции и вы увидите это видео причем из всей группы покусала именно меня а палыч еще хочет чтоб я купаться куда-то пошла ну представляете я и купаться бы выжить в этих джунглях надя здесь же все по-тайски написано можно купаться я прочитал в общем идем на тех уровнях как а я ж вам не показала наверное там практически никто кроме палыча не купался а вот здесь вот основная масса купается на третьем и четвертом уровне здесь такая бирюзовая водичка в чашах красивенькая здесь вот купаются но тоже не так много людей как пониже по уровню я уже в них запуталась не помню какое-то пойду фоточки сделаю интервью интервью надежды викторовны спускайся спускайся плыви давай плыви говорю быстрее так а ты двигайся двигайся уже по колено создали иди быстрее туда так и так снял там просто люди не видят посмотрите какие они огромные вот это вот рыбки которые объедают квас вот смотрите я здесь вот спускаюсь они меня просто сжирают посмотрите конечно они на камеру не хотят работать вот на этой ноге работают вот здесь посмотрите все облезли на мелкими вон там все мелкими а здесь вон крупные представляете какие-то иди купайся это все ради контента вон снимаешься вон вон вывел позор вообще огромная акула это прям на жидко на жидко а вон там смотрите какая смотрите-то не могу я как камеру то передержи держи а если они мне сейчас сильно купят я уроню камеру они больно они очень щекотно кусается это не больно но не очень так это приятно когда их много а его смотрите начинает маленький тут но большие пока не подплывают не хватает маленьких а вот на этой ноге видите что творится там просто у меня со всех сторон они облепили сейчас попытаюсь опять спуститься вот сюда видим как будто вообще пофигу чё ж меня-то только так кусают пчелы меня жалят рыбы меня кусают очень ребята я настолько видимо много снимала что у меня села батарея подключилась сейчас видите искупнулась это был пятый уровень иду в купальнике потому что здесь на территории заповедника выше первого уровня уже можно передвигаться в купальниках спа жилет на мне водичка очень приятная не холодная такая охлаждающая прям вообще да красота рыбы правда но потом попривыкли но сначала они как так щекотятся сильно воду с собой берите пить охота сильно несмотря на то что тут джунгли и солнце не сильно проникает но все равно мы сюда шли в темпе в горочку получается вспотели обратно уже вот такая красота уже можем походить понаблюдать уже примерно понимаем сколько у нас времени осталось на передвижение а когда сюда идешь конечно ты же не понимаешь сколько у тебя впереди а в пятом получается выше пятого не купайтесь там никто не купается там ничего такого а вот в пятом в четвертом и в третьем скорее всего вот в этих уровнях основные вот эти чаши с рыбками получу там объели его ожоги волдыри ну прикольно обязательно а стоит окунуться закрыть себе штальты что такое что так смеешься баба тренды чиха в действие тебя дети не могли обойти а да а я их не слышно вот назад идем вот это вот тоже для богини воды это на мест место как нам рассказал наш гид-экскурсовод монахи люди которые немножко там в другом измерении живут они чувствуют вот эти места где вот дух воды богиня вот это выходит из воды и чтобы ей одеть и надежду одежду повязывают веточку ниточку там и потом уже люди тоже приносят одежду вот это энергетические такие места буддистские видите вот здесь два дерева но люди которые далеки от этого это как в хакасии веревочки такие вяжут ну лучше не подходить не заниматься потому что ну сами знаете там другая вера это надо немножко на этом уровне быть а вот так вот посмотреть пофотографировать это все можно не запрещается красиво здесь очень красиво водопад и раван это действительно изюминка таиланда и действительно обязательно 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 вот эта экскурсия река квай с посещением водопада и раван это просто самая первая и самая нужная экскурсия которую надо посетить всем люди даже на нее каждый год есть ребята вот четвертый уровень и смотрите там люди как в горочке вот там катятся вот так а в водопад но мы с палычем рисковать не будем а ребят мне очень нравится вот сейчас поедет вот так конечно на всех вот этих вот уровнях на четвертом на пятом и по всей вероятности на третьем если там можно будет купаться очень много народу в этих чашах но это кстати не очень много бывает тут вообще облеплена так что не подойти даже к воде высота такая тут нормальная в общем спускаемся к третьему уровню получается с горки мы не покатились потому как горки ну если меня единственную группу укусила пчела то что говорить о горках вообще в принципе да на шара я копчик сломала с горки когда каталась поэтому вот смотровая я вам показывала ее по дороге туда заходить уже не будем сейчас спустимся пониже и возможно еще искупнемся и у нас в распоряжении остается буквально тридцать пять минут если быть точными надеюсь что успеем искупнуться и вернуться вовремя к автобусу чтобы нас не ждали в принципе три часа это достаточно я так думаю но это активно конечно дальше пятого уровня можно не ходить особенно если вы с детьми и там там дорога похуже и купаться вроде как там негде особо а вот до пятого короче рассчитывайте свои силы до пятого дойти стоит а остальное уже по времени и конечно же погодные условия вот сухую погоду видите здесь как бы нормально еще спускаемся а если здесь и народ будет и это все обруливать еще и скользко то боюсь что уже будет немножечко проблематично спускаться все равно это все каменное такое и скользко в мокрую погоду сейчас еще раз заглянем на третий уровень я уже не помню заходили мы туда или нет по моему заходили когда заблудились по дороге сюда видите какие здесь дороги тут узкая дорожка и приходится пропускать туристов чтобы пройти к водопаду чаши водопада вот он третий уровень и он такой ну наверное самый красивый я а второй не помню ну вот этот вот красивый красивый конечно посмотрите здесь вот и пофотаться и купнуться одно удовольствие и более кто так видите столы даже есть куда вещи положить камушков побольше посмотрите сколько людей ждет надюху иди сюда отсюда заходить давай-давай они все любят тебя двигайся 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 ну старый чего-нибудь для своих подписчиков скажи 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 это не поактивнее они по польче хоть и покорнили а по польче и почаще может из-за того что они более трудные они живут в два раза быстрее и быстрее по моему я без кожи отсюда вы можете вообще ай лави офис рук палочки подписывайтесь на канал надеюсь ее съедят если сегодня то завтра и и последняя надежда славны на все ребята мы переоделись это у нас первый или второй уровень не помню водопада говорят люди тянутся прекрасно а прекрасное прекрасное заканчивается очень быстро мне кажется мы только сюда ехали а и уже идем назад тут комфортно тут прикольно тут тихо тут можно провести целый день а может и не один я бы с ночевкой здесь осталось мне хотя нет не осталось бы здесь много насекомых которых я терпеть не могу которую на юху уже специально но сейчас никто не кусается кстати выше пятого до пятого уровня меня никто не грыз а вот на седьмом меня так как атаковали там видимо редко кто добирается все предпочитают вот здесь вот устраивать пикнички видите милое дело если бы надюха поставьте точно дальше если бы надюха покушала меня и мы бы активно еще активнее поднялись было бы там дядька охранник уже если у нас бы выше седьмого уровня не пустили здесь вот есть кафешечка можно перекусить в общем все уложились два часа сорок четыре минуты у нас шесть минут как раз можно на выходе нет нигде на паузу не ставила в общем идем на выход сейчас отдадим здесь жилет который с которым палыч все расстаться не может надюха пока бы память и уже там где-нибудь перекусим потому что все равно хочешь здесь посидим а вот столик есть можно поселить давай посидим здесь да потому что все равно наша группа еще частично девчонки там переодеваются сейчас все собираемся если все хорошо соберутся без всяких приключений эксцессов едем сразу на реку квай заселяемся там у нас сплав ужин короче мы вам все обязательно покажем оставайтесь и не переключайтесь ни в коем случае все мы прибыли на реку квай вот они наши домики наш плотно которым мы совсем скоро будем сплавляться буквально через несколько минут скользко вот здесь мы вечером будем делать нас ваш я так поняла да да в общем все очень быстро сейчас без десяти сейчас у нас 16 20 без 10 5 мы должны быть на плоту в купальниках у нас будет сплав а в шесть часов у нас палычем тайский массаж у первых он здесь стоит 300 бат за час в потайе 200 вот они наши домики у нас номер восемь сейчас пойдемте вместе с вами мой тут ночью то ходить вообще освещение то будет интересно а если после вискарика да короче сам сам и чем здесь аккуратнее по вечерам чтобы не скатиться в эту реку вот посмотрел подожди а 0108 серёж там дальше наверно было там стрелочка же дальше нарисовал а да а ну 107 0108 это у нас что это 106 это 105 это один серёжа мы не туда зашли а у нас 08 короче мы уже заблудились а у нас 0 тут вообще 16 короче мы сейчас везде пройдем и наш окажется самый последний пятнадцатый одиннадцатый у кого вот один а у нас 08 09 и у нас угловой вип люкс 08 ночью с ансанычем как я уже сказала аккуратнее иначе заселяемся сейчас будет обзор нашего вип домика проходим за сергей паучин закрываем дверь чтобы не дай бог не налетение москиты включаем свет а свет у нас без ключа карты не включается и не топчемся по номеру потому что здесь таки приятно пахнет благовониями потому что просто не топчемся у нас босиком мы будем здесь хотите в общем давайте начнем номерок маленький а душевой кабинет а есть вот душевая кабина вообще большая смотрите тут у нас водонагреватель душ тут у нас раковина даже шикардосная мыльно-рыльные принадлежности шампунь даже шапочки для душа есть мыло туалетная бумага в общем-то полотенце и здесь два полотенца сейчас я разуюсь и пройду дальше кондиционер смотрите современный нормальный кондиционер а не просто вентилятор освещение конечно тусклая но она здесь особо и без надобности в номере телевизор хороший вода пищевая присутствует пепельница два стакана чайника и холодильника в этих номерах нет это люксовые номера за которые надо заплачивать по 1000 бат или по 520 человека сушилка для белья но она все равно нихрена не высохнет и самая изюминка самая изюминка этого номера это вот этот вот гамак надеюсь получен выдержит ну здесь получается смотрите домики везде вот так без загородок то есть привет мы друг друга будем все видеть все я понял а никуда не поеду палыч будет сплавляться здесь а если вы хотите если на тебя москиты сажу если вы хотите домик чтобы были изолированы от соседей то это другие домики они по моему на земле я вот насчет воды не знаю есть такие или нет ну наверно есть но это за дополнительную плату это сто процентов а здесь вот такой вот шикардосный вид по вечерам здесь воют вараны по ночам насколько мне помнится не шум воды еще один и заявку так но ты совесть найми я так-то тоже хочу покачаться и пусть весь мир подождет войди прочь придатки а это он сейчас меня позвал просто тайской женщиной у них как таковая женщина не имеет никаких прав и зовут они ее на придаткам до каких-то пор это конечно было гид нам очень интересные в подробностях все рассказывал я естественно не запомнила никаких дат но какие-то вот такие моменты интересные да все сразу в гамак с дороги очень сейчас 20 минут принимаем душ одеваем купальники и идем ресторан у нас тоже здесь ужин и про проходит у нас 6 часов до половины 9 до по моему так что мы успеваем получается мы идем на массаж мы вообще мы самые грамотные у всех 7 часов массажа у нас 6 6 мы тут сделаем массаж а потом идем ужинать я сладко куда сплавляться да ты все равно без обуви будешь сплавляться поэтому одеваемся идем на сплав обзора территории я уже делать не буду потому что пока мы будем сплавляться уже тут и темнеть начнет а вы сами видели какая дорога до мокрый в котором я была а поэтому рекомендовали взять два купальника с собой потому что завтра у нас тоже еще горячие источники здесь вот сейчас выйду покажу немножечко пока палыч там все собирает территорию что могу сказать ребята как бы на воде как таковой территории отеля нет вся территория отеля это получается надо подняться вот туда наверх и там уже рестораны и массажные салоны которые я вам показывала а на воде это вот только вот такие номера и с такими домиками вот они все здесь однотипные может где-то вип овске и с холодильниками там такие предлагали я уже говорила с доплаты и вот когда вы сюда проходите то вот здесь получается вот такой вот шикардосный вид и парк но все мы с палочем готовы к сплаву камера в аквабоксе поэтому пишу на телефон палочки где-то а мы по ходу последние сережа палочка всегда попашится люди живом идут 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 сплавляться в общем сейчас зайдем на плот постараемся конечно поснимать воде но как бы палыч не утопил камеру и не пришлось нам собирать доната на новую вот так выглядит дорога до плота живописная поэтому я и говорю что сам сам и чем увлекаться не стоит но мы в общем то в числе практически первых туристов у нас есть право выбора сухих жилетов короче сейчас нас поднимут по течению туда километра на 3 а потом пустят свободное плавание в спаджилет но мы практически готовы пойдем вот по этой прекрасной реке клай инструкция палыча ты прыгнешь вперед и за тобой грибсти мне вот к правому берегу сказал и виктора греби к правому берегу к варанам в ночь к варанам муж у меня молодец огнище просто чувствуете до любовь с первого взгляда бог себе нет звук он не пишет вот моя камера кстати который не дай бог палыч утопит я потом его утоплю потому что в россии и купить нереально да и во всем мире уже тоже она давно не выпускается и 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» все равно не очень комфортно хоть к автобусы и комфортные ноги по цену да вот надо вообще капец как аккуратно особенно сланцах если сейчас спущусь и продолжить свое вещание вот видите я вам тут все показываю дорога а в общем все равно закажите хотя бы час пока нам мы там по веран там мимо людей пойдем и никого нету все на массаже все на массаже да на ужине давайте посмотрим вот тут как раз вот это плотно которым мы сплавлялись вот это кваль по которому мы сплавлялись а это наши гамаки самое главное у нас номер вообще где-то в самом конце следующего этого это тоже как платы получается домики плавучие на воде возле каждого такой гамак ночью конечно же в квай купаться нельзя но на территории отеля есть бассейн мы его обязательно придем с вами посмотрим когда пойдем ужинать а ужинать мы пойдем уже сейчас только попшикаемся как я уже сказала потому что держа мы там не перейдем на ту сторону ты в курсе что на ту сторону нет перехода и у нас по всей видимости тоже короче мы уже ходим тут гуляем получается по всем домикам вот это вот наш крайний домик на шоу на кругом да и прохода конечно же туда нету то есть это надо это надо возвращаться назад не делайте такую ошибку как мы а потому что чтоб зайти в домик надо зайти через дверь почему а вот смотрите вот я слепенькой мне дальше не пойдем в общем сейчас я чуть-чуть под расчешусь и уже встретимся с вами на ужине ужин у нас шведский стол в общем вы сами а сейчас все увидите ребята пока идем на ужин послушайте на секунду звуки джунглей палыч не шлёпай ну что ребята мы дошли до ресторана у нас шведский стол просто может концу практически пришли здесь у нас арбузик овощи быстренько вам покажу картофель фри курочка жареная ножки или крышки что-то это у нас стеклянная лапша с овощами с мясом это тоже . с кешью и с овощами на куриный бульончик и рис в общем довольно скромно но вкусно и полезно в общем ребята но получается я сегодня даже разнообразилась взяла куриный бульон здесь две куриные ножки взяла картофель фри тысячу лет него не ела я его дома то не а здесь получается прям под фортиво ну вот эту курицу с кешью я ее прямо люблю здесь очень много лука но она должна быть не острая и наконец-то взяла их майонез попробовать первый раз беру никогда до этого не пробовала и две жареных вот этих куриных плечика крылышки а палыч куриный бульон обязательно рис вкусный маленькой картошки также куриные плечики чуть-чуть салата чуть-чуть ну да делим то есть принципе то же самое что у нади только чуть-чуть побольше смотрится но не факт что надя на этом успокоиться а потому что я сюда сегодня столько калорий потратила столько эмоций потратила и надо срочно это все она компенсировать едой приятного нам аппетита иван тоже палыч пошел себе чая налить на кофе к сожалению нет на шведском столе но есть горячий чай и холодный чай вон тот травяной правда сладенький но очень вкусный мне понравился в общем пока там палыч пьет чай я проведу вам небольшую экскурсию по территории здесь у нас присутствует бассейн довольно большой купаться можно всю ночь и даже есть горка но правда она по ночам не работает бассейн прям большой большой блин да он реально метров 20 вот эти вот домики можно было не на воде жить как мы с палычем а можно было вот эти домики взять в аренду но мы решили что на воде прикольнее здесь же у нас душевый кабин но к сожалению всего этого великолепия мы не оценим потому что у нас завтра очень ранний выезд в 5 30 мы идем на завтрак и уезжаем а вообще территория довольно таки небольшая но уютная в бассейн решили не лазить здесь что-то никто не к нему не лазит хотя нам сказали можно хоть круглую ночь здесь а я очки не взял у палыча уже планы на утренний заплыв но боюсь что в 5 часов утра он не состоится состоится только завтрак который вы обязательно увидите на сегодня мы наше вещание заканчиваем ужин был очень вкусный а хоть и не такой разнообразный первый день поездки на кай на принципе удовлетворил надюху укусил шмел она наступила в говно думала что вода и причем сама наступила кричи что ты почему мне сказал туда наступить короче у нее были все виноваты а под занавес мне в ухо попала вода когда я прыгал в речку сожрали сожрали у нее все это ороговец и рыбы покоцали рыбы я устала так сидеть ты на качельке а я то вот в общем ребята оставайтесь с нами не переключайтесь увидимся завтра увидимся с вами завтра утром возле слонов нет у нас еще завтрак на будет короче утро на квае смотрите следующем выпуске всем доброе утро сквали утроного дня обещаем с верандой нашего отеля в общем сейчас идем на завтрак у нас ранний выезд 545 завтра получите потерялся я думал муравей сейчас выезжаем отсюда и едем в сторону наверно горячих источников я так думаю но до того как мы выйдем надо обязательно позавтракать и быстренько вам показать чем на взгляд мне уже в чайник на завтра да еще темно чуть-чуть начинает вот слегка светать но в общем-то темно если приглядеться только видно бараны ночью не орали но здесь очень много рыжих муравьев холодильник да да хочу сказать продукты с собой не бери да не если вы берете то упакуйте их пакеты потому что я оставил эти орешки открытые просто вечером не а надюха обнаружила там а муравьев больше чем орешек пришлось их это отправить в морское путешествие в общем а это единственный минус вода в ухе у меня до сих пор где-то будет это ну по крайней мере она хотя бы болеть перестала видимо частично вчера рубанулись сам сам лично мне там был частично обезболел обезболел и надюха рубанулись а я остался без вечера все короче идем завтрак все до сих пор не уже да я на гамаке и что давай я запечатлю этот момент на камеру будешь потом пересматривать да потому что ближайшие десять лет клайне светит все идем завтра ради вот этого момента так солнце светит идем на завтрак и по дороге я вам еще раз покажу сейчас рассветает интересно река полнее стало мне кажется у них ночью делает сброс воды как раз выше по течению стоит дамба течение довольно сильное поэтому не купайтесь пожалуйста самостоятельно чтоб не сплыть в кампотже все подсвечивается единственное самое опасное здесь вещь возможно для более таких пожилых людей будет актуально это вот этот вот мостик такой но есть поручни здесь противоскользящие такие резиновые штучки сделаны этому нормально ну а тут уже вообще все бетончиком залито хорошо и вот он ресторанчик надеюсь мы не проспали завтрак играет музыка сейчас посмотрим чем там кормят в общем ребята это не завтрак это практически все что было я положила себе на тарелку сосиски ветчина жареный рис овощи и вот этот бульончик с тофу но я его положила здесь без бульона тофу с овощами и конечно же на завтрак тосты джем масло можно взять можно взять кипяток вот таким наборчиком можно чай готовый ну и пока мы завтракали окончательно рассвело посмотрите какая прекрасная природа тишина река журчит птички поют ну и давайте при свете дня я вам проведу еще небольшую такую экскурсию вернее не при свете дня вчера вечером мы с вами уже здесь ходили бродили сегодня пройдем немножечко подальше бассейн вы его уже видели с горкой здесь у нас домики давайте дойдемте до конца территории она небольшая на самом деле фактически вот эта аллея она и заканчивается там стоят микроавтобусы стоявка сейчас наш по всей видимости сюда к нам поедет забирают прямо от ресторана сюда даже идти и не придется ну и вот собственно и заканчивается заканчивается территория отеля но не заканчивается наша с вами а экскурсия а теперь точно точно уже на следующую локацию вот домики в виде фруктов кстати по пути их тут несколько это самые дорогие домики я не знаю почему мне намного дороже наверно там действительно ванна где-то посредине номера стоит круче я никак не могу перейти на следующий уровень вы меня там немножечко торопите все за нами уже приехал наш микроавтобус вот прямо к ресторану нам его подали палыч уже грузится что ребята первая наша остановка это горячие источники радоновые сколько мы здесь находиться будем по времени сейчас сориентирует на улице начался дождик хотя в принципе для сезона дождей ничего удивительного нет после дождя речки стола по такому живописному мостику полноводная полноводная да это ледяная речка а это горячие источники я помню прошлый раз не самая дальняя эта речка была прозрачная горячая вот так на источники нам дали 45 минут в принципе радоновые ванны долго принимать нельзя поэтому думаю будет достаточно есть раздевалки наверно туалет и я так предполагаю да есть есть указатель сейчас подойдем поближе посмотрим рекомендуется конечно начать самого холодного источника но в нем никого нет поскольку на улице не жарко все хотят погреться вот источник температурой 40 радуков и следующий еще горячее там же раздевалки у нас на постельку покупальники у нас уже на себе сейчас снимем одежду и пойдем погреемся в источники а это вот ледяная речка в которой после источников рекомендуется делать такой контрастный душ туда-сюда идет дождик но он в принципе не мешает потому что мы все равно сейчас будем все мокрые одежду а можно оставлять прямо здесь но за ней надо следить самим никто караулить вашу одежду не будет в общем ребята 40 45 минут лично для меня очень мало на источнику и поэтому я ничего не успела вам поснимать вон поснимать вот сюда шла вот отсюда снимала вот это вам на 40 градусов самое холодное мне никто не сидит следующая 41 и там 45 градусов холодная река не ледяная но холодная бодрит так хорошо сюда сюда попрыгали пару раз только успела но я просто сама по себе очень люблю баню возможно вам будет и достаточно 40 минут потому что у нас люди накопаться даже раньше улыбались танки ну а я бы еще часик полтора точно поболтыхала здесь все следующая локация я так понимаю у нас основная ферма дождик не прекращается только усиливается в общем нет ребята я вас немножко дезинформировала как впрочем и меня мы еще находимся на горячих источниках и там у нас проходит дегустация вина где-то мы на нее опоздали ну потому что мы очень любим горячие источники сейчас продегустируем здесь же стопроцентная кокосовое мороженое можно купить все это происходит здесь же можно купить вот такие бананчики за 22 а красные очень редкий интересные да где проходит дегустация вот этот винт вина и вот такой вот такой сик 100 бат вернее мороженое в кокосе и смотрите какой шикарные мороженое шикарные подачи с этими же красными бананами которые очень распространены в таиланде но не продаются это потому что они не хранят вот хватит не слабалось как бананы красные я блеснула английским скажу как вот попробуй мороженое с бананами с кокосиком водичку мы выпили перед этим она кстати вкусно своеобразный вкус бананов идеально вкусок прямо такой интерес кокосовое мороженое да тоже а я сваривал кокосов верхушки пакет кокосов не выкидывали вы взяли-взяли-взяли бананы сладкие так просто на все бананы но какой-то знать если попробовать отдельно да они стопи вместе не поймешь стопингом да но если отдельно я думаю что это своеобразный такой привкус имеется белье уловимые мороженое кокосовое у них всегда очень вкусно и натуральная короче кто нас уже торопят мы садимся в машину и едем к слоникам и будем есть в машине да но перед слоновьей фермой мы заезжаем на водопад союзной водопад кальцинированный сейчас сами все увидим а здесь можно попробовать какие-то необычные чипсы и купить их ммм чипсики вот эти очень вкусные тарелочка из бананов из маниоки сладкая картошка короче цена 100 ватт мы пока не купили палыч видимо решил купить сразу очень много вот видите 100 ватт зеленые там бананчики желтенькие все вымоченные в карамельке бывают острые бананы давай картошка сладкая получаем страна в контрастах покажи терёж вкусные чипсы блин я бы таких съела наверное килограмм точно вот смотрите как красивенько тут вот такие не пробовал да я все пробовала вот такие не пробовала не добавили ну смотрите какой мостик интересный сейчас пойдем к водопаду здесь же какие-то шагающие деревни вот наверное они и есть я так думаю потому что со склона сюда все ниже ниже наели с чипсов вкусные вот эти последние как будто на свином сале ты весь в этом в перце, в паприке в общем палыч как всегда очень здесь красивенько красиво конечно выглядят вот эти шагающие деревья и сама дорога к водопаду не успели дойти тут уже билые щеночки посмотрите какая мелота ой господи ну какие могут быть водопады скажи какие водопады зачем вам водопады берите меня да берите меня и все езжайте назад в Красноярск а то водопады они водопады в общем а пока мы дойдем до водопадов смотреть уже наверное будет не актуально потому что на щенков смотреть можно бесконечно вот смотрите какие огромные шагающие деревья все идем к водопадам а то мы точно их не увидим все оторвались от щенков и вот он водопад и водопады наверное красивенько в общем смотрите ребята я переобулась после источников но перебуваться не надо потому что дорога на водоем на водопад вернее вон видите босиком надо либо в плацах как палыч а он туда заберется и я его отсюда сфоткаю красивые фотки получают в общем пока там палыч у нас работает бесплатным фотографом немножечко по территории быстренько с вами пробежимся щенков мы уже видели так же как вот этих рыб которые водятся в водопаде и рован и отгрызает на ваши роговевшие частички здесь нам дали 20 минут на все про все это у нас бамбук кстати бамбук очень опасная вещь видите у нее как у елки вот эти вот все штуки торчат и если она в воде плывет она может вас там под воду закрутить своими щупальцами я бы сказала такая красивая территория в этом парке мне кажется я здесь была давным-давно тоже водопад так и вот он поезд поезд а что это за поезд я не знаю я не подготовилась а пока нам рассказывал что-то гид в автобусе я немножечко уснула надеюсь там что-то написано хотя бы не на чисто тайском языке здесь же тоже щитки получается или кто это вон там кисы на этот раз кисы вот такой вот поезд кусок железной дороги это наверное дорога смерти нам токсой окной туалет туалет есть кисы тоже есть да это дорога смерти которая была обрушена во время второй мировой войны во время того когда здесь располагались японские концлагеря на территории Таиланда на самом деле очень такая история интересная Таиланда и многим вещам стоит у них поучиться как вести дипломатические все вот эти вот дела ведь Таиланд единственное государство которое никогда не было ничьей колонии никогда не участвовала в открытых войнах давайте вернемся к Палычу а то он меня точно потеряет я же ему не сказала куда пошла кто знает тайский переводите кто знает английский тоже переводите на самом деле очень такая красивая территория вот там вот беседка давайте поднимемся по-быстрому и глянем что там я так хаотично хожу вместе с вами а ну здесь у нас просто получается как бы дорога спустимся все таки найдем Палычи а то потеряется парень он у нас мастер теряется в трех соснах ну как я и говорила парнишка главное увидел водопад сходил на водопад а дальше водопада его даже ничего не интересует собаки собаки и вода все что Палыча интересовало здесь в этом месте и он вернулся к собакам впрочем не один он вообще-то там железная дорога была там поезд стоял ты его видел? ну ладно посмотришь когда будешь смотреть это видео я для тебя все сняла и для вас тоже ребята ну все ребята двигаемся назад не знаю будем ли мы покупать чипсы потому что их можно съесть и есть бесконечно понятно что 100 бат это не такие большие деньги ну можно просто попробовать посмотрите какая это милота это просто это просто 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 такие милые милые собачки лайк заслужили заслужили по любому да? ну что тут интересного да? что тут несъедобно да? несъедобно ну все пойдемте нас нас уже ждут в автобусе смотрите ребята обратите внимание здесь на рынке какой вот есть цены нормальные по 100 бат такие майки это именно вот с этой провинции здесь у нас вот этот вот поезд которые типа сувенирные и есть вот такие вот вообще классные подвески как национальные такие тоже ну где их носить конечно не знаю как в память о Таиланде но в Кризен можно ну не короче стоит вот на сувенирных рынках на такие все равно рыться потому что ростоны нормальные, дешевые не прошло 10 минут мы телепортировались на слоновую ферму здесь у нас катание на слонах включено в стоимость экскурсии но отдельно надо купить если хотите покупаться со слониками стоит 800 бат в общем отсюда садимся по два человека на слоника и катаемся и тот кокос который мы ели мороженое берем с собой садимся 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 первые двое Ну, давайте, поехали, что делать? В общем, ребята, удовольствие это, скажу, так себе. Тут должна была какой-то ремень безопасности быть, но его почему-то нет. Они-то уже профессионально, видите, как катаются. Я планировала еще что-то снять на телефон, но понимаю, что вся надежда на Палыча. Палыч, держись, потому что слон был так нехилен. В общем, вот по каким пейзажам мы катаемся. Палыч тут немножечко, сделай, поделай хоть фотки. Фотом, фото, фото. Фото? Нет, нет. Вон там ребята тоже едут. И вот так это все происходит. Вон впереди, видите, слоники идут. Такой группа что-то делают. Ну, и, в общем-то, здесь вот дорога такая нормальная. Горки такой нет, с грязью. А вот на Самуи, ну, нет, он, конечно, ходит с дороги основной. Но здесь гор таких нет. А если вы катались на Самуи, то там прям крутая гора. Прям такая довольно крутая. И когда грязно, слон скользит. Там действительно надо пристегиваться. И прямо даже опасно. И кажется, что ты сейчас уходишь. Я после этого вообще не хотела на слона садиться. Потому что тогда реально напугалась. Хоть это и давно было. Но на самом деле прикольное такое удовольствие. Видите, он меня ушами по ногам бьет. Потому что я, видимо, ему тут как-то не так ноги поставлю. Помешаю ему тут, наверное, задеваю. Палычу вот прямо на него поставлю. Как ощущения от шеи слона? Классно. Классно. На слонах могут завестись там какие-то слоновьи блохи. Поэтому за слонами очень хорошо следят в Таиланде. Не переживайте их. Здесь никто не обижает. Привет всем на канале Физрук Палыч со слона. В общем, тут никто не обижает. Не переживайте. Слона у них на самом деле. Они приравнены к человеку. По всем правам у них есть пенсия. В отличие от людей даже повышенные. Что-то мы разворачиваемся куда-то. О, нет. Пока-пока. Ребят, со слона сейчас надо фотографировать. Вот так это выглядит. Много. Много. Безупрестольный. Мы на мудро, ольге. Посадуй. Нет. Мужчина, посадуй. А, вон. Такие фотографии. Я тоже фотки вам делаю. Потом телефон скинете. Луки-луки. Ну, чек-погонщика, конечно, надо отблагодарить за это дело. А это мы. Нет. Чё, а не? Два. 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 Что, будем тоже? Сто бар. Два. В общем. Стандартная. Это такса такая. Узнаем, сколько говнорамочки стоит. Говнорамочки мы возьмем. Но фотографии по желанию. Пожалуйста, если вы будете купаться со слонами, у вас там тоже будут фотографировать. А там классные фотки, говорят, ощущения незабываемые, когда купаешься со слонами. Но мы этот раз тоже струсили. Даже не знаю. А мы не струсили. Просто как бы, ну... Мы сэкономили 800 бат. 1600. Ну, за двоих 1600 получается, да. В общем, смотрите. Чё, а нам ещё пару дней жить, поэтому... Да. Так вот, что касаемо слоновьей пенсии. Не переживайте. У них всё нормально. У них есть здравоохранение. У них есть даже институты психотерапии для слонов. Оказывается, слон умирает. Гид рассказывал по пути. Он может умереть от депрессии. И когда начальная стадия депрессии, она лечится у слона. Есть специальные центры слоновьи, вот эти антидепрессанты. Антидепрессивные. В общем, их там, получается, такие же слоны доктора, медсёстры и медбратья лечат. Смотрите, тут живут же вот эти погонщики все. И в 99% случаях слон всё-таки выходит из депрессии. Павлович, ты хотя бы фотки снимай, если ты даже... Ты просто сидишь, катаешься. Я катаюсь. Вообще. Мало того, что у меня не будет фоток. А почему я паспографировал? Я пытаюсь удержаться. У нас же это, война. В общем, интересная такая ситуация со слонами. И когда слон умирает, его сначала устанавливают причину смерти. Если причиной смерти явилась за слоном, не доглядели. Какая-то вина человека есть, то человек ответственный за слона. У каждого слона есть человек, который ответственный за него. Огромный штраф от 3 миллионов бат. Плюс тюремное или там тюремное заключение до 10 лет, может быть. А если не по вине, то тогда, значит, наказания не будет. Но слона также кремируют, как человека. Монахи там обряды. Вот так вам буду показывать. Что все себя для себя. Обряды совершают. И кремация происходит так же, как у людей. Вывоз изделия из бивни мамонта запрещен. Их вообще здесь не делают. Потому что это то же самое, что делать изделия из человеческих костей считается. Не принято. Здесь слон это священное животное. И индийский слон, который здесь, он не агрессивный считается. Очень хорошо поддается дрессировке. В отличие от африканского слона, который дрессировке не поддается вообще. И живет. К людям не подходит. Они живут своими вот этими, не знаю, как стадо или как тигров прайды. И портах ведет. Для канала ты заканчиваешь. В общем-то мы уже, видимо, и заканчиваем наши покатушки. В общей сложности это происходит вот так недолго. Но прикольно. Покататься стоит. Тем более это включено в экскурсию. А уже купание на ваше усмотрение. Я это. Засек, да? Да. Пол километра. Я думала мы закончили нашу прогулку. Но нет. Вот здесь надо держаться. Прям такой. Хороший. Ну, вот сейчас уже, да. Короче, не 500, а 600 метров получается. И купание вот в той реке будет. Если кто захочет купаться. Но мы воздержимся от купания, но от говнорамки не воздержимся. В общем, ребята, тут, конечно, пойдем сюда. На бизнес поставлено четко. Фото-фото. С фото я сейчас 100 бат. Поэтому имейте в виду. То есть не тут не нужно. А пакетик? Нам чуть. Тебя вот здесь вот все черное. Там мы по провода попали. Аккуратно. Там пути-то где-то провода висят. И они прямо вот на таком уровне. А я снимала и не видела. Чудом просто мне не выбило камеру. А пакетик? А пакетик? Это святое. Да, вот смотрите, вот так она выглядит. Сейчас я вам немножко расскажу про говнорамки, кто не знает. Да, и фотка нормальная. Ну да, обновили фоточку. Как вам фото? Да, держи. Мне нравится. О, thank you. Как-то пакует. Thank you. Thank you. Прикольно. В общем, говнорамочку мы купили. Обновлена будет. Ухо у меня до сих пор не отложено со вчерашнего дня. Но вода частично из него вытекла. Ну, кто не в курсе в предыдущем выпуске. А может там за два выпуска до этого. Просто не знаю, насколько эти серии будут напилены, попилены. Я когда ныряла в Квай, видимо, не зажала нос. И мне в ухо попала вода. У меня была жуткая головная боль. Ушная, вернее. Ночью. Вода подвытекла, но ухо до сих пор заложено. Но хотя бы не болит. Так вот, что касаемо слона. Вы даже когда сходите со слона, вам предлагают фото со слоном. Это стоит 100 бат. Имейте в виду. Любое движение 100 бат. Дали телефон погонщику, чтобы вас сфотографировали. Приготовьте благодарность. Это нормальная практика. Ничего там такого нет. Просто многие потом обижаются, что с них вымогают деньги. Я не знаю. Можно, может, и не давать. Я не пробовала. Но они сразу потом, когда просто при нас фотографировались люди. Он нам телефон назад отдает и говорит, что 100 бат. Ням-ням. Найду. Вот так это все дело происходит. Поэтому можете просто договориться с соседом, друг друга поменяться телефонами, либо потом друг друга пофотографировать и обменяться какими-то контактами и перекинуть фотки. Потому что в группе вы все равно уже там два дня живете, кое с кем, наверное, зазнакомились. Это такой лайфхак для экономии. Вот так выглядят какашки слоновьи. И вот из таких какашек делается вот такая говнорамочка. А как это делается? У слонов же не перевариваются остатки. Давайте я вот так немножечко похожу по территории. Заодно вам расскажу. Палычи, правда, я потеряла. Сейчас сначала его найдем. В общем, ребята, про какашки мы поговорим немножко попозже. А сейчас идем на шоу слонов. Единственное, ребята, я не смогу это все озвучить, снять, потому что играет музыка, и сами понимаете, авторские права. Поцелуй слона. В общем, за 200 бат вы можете сделать несколько фотографий. Ну, то есть на свой телефон. И поцелуй слона, и вот на хоботе, и всяко-разно, как хотите. Перед шоу есть такая услуга. Ребята, вот такие вот фотографии стоят 40 бат. Не каждая, то есть на ваш телефон фотографирует. Вы сидите на слонике, поцелуй слоника, и это стоит 40 бат. Ну, такой вот слоненочек будет участвовать в вашей фотосессии за 40 бат. Начинается шоу. Палыч решил, что ему уже терять нечего после поцелуя слона. Поучаствовать в шоу. Палыч думал, его не сквалифицировали, но нет. Палыча будет другой массаж. Кажется. «Палычу». но я не знаю я теперь с тобой делать после этого как ощущение месяц ко мне не подходит я знал что где-то подвох и он оказался здесь в общем вот такое милое шоу если раньше слоны выпрашивали таким образом фрукты забыла снять и сейчас они берут деньги за свои услуги массажа но это дешевле чем тайский массаж у тебя поцелуй слона у тебя массаж слона а 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 в общем вот так слона выпрашивает чаевые и очень ловко их берет хоботом и отдают своему погонщику или дрессировщик а а также берет айфонами и другими телефонами а вот такое небольшое шоу в общем такое небольшое шоу закончилось со слонами для меня для меня вообще закончилось только шоу поцелуй слона а ну вы видели надеюсь что все получилось и видео было врезано на этом монтаже очень поцелуй слона упала на память вот это наша говнорамка это слон подобные на котором мы катались и сейчас идем ребята будут купаться плавать со слонами а мы немножечко посмотрим как это все выглядит еще порядка двадцати минут сказали по времени это займет запах как в колхозе соответствующий я бы назвал его даже мужик а это спуск для остановок для купания ребята вот видите кто купается вот там а посмотреть на это поближе можно спустившись вниз но я уже спускаться не буду посмотрю отсюда ладно пойдемте спустимся за всеми позавидуем позавидуем человеку который не пожалел 800 бат что мы пропустили такое событие я свое с уклоном отбыл ты да купание уже будет для меня лишнее тут кстати джунгли прям такие интересные сколько раз мы ездили на такие шоу я всегда мечтал побыть в этой роли ой как слон радуется сейчас дойдем я покажу вам тут прям вот видите такая дорожка довольно таки скользковато скользко сереже аккуратно в общем и дальше вот такой спуск и там можно посмотреть в общем вот так тут все это сделано сейчас парни хохот окропируют и у него будет куча красивых фотографий а это прямо изюминка для тех кто не целовался со слоном на РУКИ ФОТО РУКИ РУКИ БОННО Уже все равно поболь Поболь БОННО ПОЖЕНЬ ПОЖЕНИЕ еще больше эксклюзивного контента на канале Физрук Палыч это и страшно и классно зато спать сегодня будешь в общем парень уже устал не прошло и пяти минут оказалось что ему достаточно ну действительно находиться в воде с таким большим млекопитающим малоприятно не знаю что от него на все бабки на все 800 бат здесь надо купаться все у него сил нет не но удержаться на клоне реально тяжело девчонки это классно сюда идите сразу после фермы мы заезжаем на обед буквально 10 минут надо помыть руки единственные здесь у нас накрыто с этими то есть на столик на 4 на 6 персон сразу не шведский стол моем руки и садимся за свой столик в общем вот такой вот у нас все накрыт на 10 персон рис здесь у нас бульончик с тофу нет здесь не тофу а какая-то япония или какой-то овощики парень кипаретики ананасик и само занимает его раз это что-то сразу очень вкусно покушали и здесь вот смотрите во-первых туалет очень красивый не могла не снять сделала фотку и такой мини контактный зоопарк попугайчики здесь же бурная растительность и здесь палыч решил погонять белку мать она и она агрессивная сейчас двигаемся в сторону храма не подскажу даже как он называется напишу наверно вот здесь что за храм получите не поцелуй слона теперь останется с палычем на вечно какой храм я это почему не владеешь информацией все это в однородной массе переминается потом застывает когда она смораживается уже все равно уже не теряется форму вот название из за какой-то он и хлеб сай-сай переводится что такое сай-сай хлеб сай-сай или печенька сай-сай ханом это вообще не хлеб ханур пан это хлеб а ханом это почти когда лисе алис 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 ай-сай вообще за и сайт ай-сай-сай это ссады с 7-7 то перевода почти как такового так же я получаю разваренный рис выглядит на очень вкусно похоже на стекер айс только разваренный рис А по вкусу как стикер айс, вот если стикер айс варить часа три, наверно рысь разварится, вот такую желешку Если увидите вот этот, то есть это обязательно попробуйте У нас тут небольшая техническая остановочка, попутки, кофейня, а может Палыч сейчас пойдет, возьмет кофе Сказали, здесь очень вкусный кофе, так что берите на заметку Ну что, рассмотримся, попутно и едем в Транс Мы с вами прибыли в храм Тигра, раньше он назывался храм Белого Тигра, но был переименован в храм Тигра, чтобы не путать Храм Пещеры Тигра Есть пещера Тигра, есть храм Тигра, но в общем у них тут очень много храмов Сейчас поднимемся, повяжем обереги в очередной раз Мы что-то в эту поездку с Палычем ударились по оберегам Находится он на горе Здесь же есть пещера Тигра Храм действующий, говорят тут очень сильная энергетика И именно здесь сидит монах, который даже сами такие обереги веревочки Можно взять в аренду такие вот, ну это моя, а у кого нет, чтобы колени были покрыты А, тут святая вода, которой надо попшикаться Пить ее не принято Пить вроде нельзя Да, попшикаться Ну то есть ее ограбляем Я же все А ты себя по... Это чистый Это чистый В общем, чистый карман по полной программе В общем, вот как это происходит Вот так выглядит храм Тигра Ребята, много я вам поснимать не смогу У меня села батарея Виды здесь, конечно, грандиозные Через порог храма Надо переступать, а не наступать Сказали снимать В храме можно В храме очень красиво Тут вот можно у монаха Вязать ниточку Ну и вето здесь, конечно, грандиозные Ну что, оберег мы с Палычем завязали Но я настолько разволновалась Я всегда и забыла загадать желание Но надеюсь, что Просто будет меня оберегать Территория очень красивая Храма Во-первых, смотрите Это великолепная смотровая площадка Горы Я не знаю, что это, конечно, за провинция Надо будет потом погуглить и посмотреть Но это где-то далековато от Бангкока Наверное, где-то в этом районе Конечно, я, как обычно, не подготовилась Ну, пагода такая прям Красиво, очень красиво Статуя Будды Вот она Сейчас подойдем подлиже Смотрите, какая великолепная статуя Будды Она огромная Прям огромная Вся облеплена вот золотом Видите, статуэтки У тайцев в традиционном В этом пакете подношений Есть кусочки сусального золота И вот они наклеивают Как правило, наклеивают на тот орган Который, допустим, требует особого внимания Философия Буддизма Это вообще такая Действительно философия Это единственная религия в мире Которая не отвергает других религий Поэтому и называют ее не религией, а философией И любой человек, будь то христианин Мусульманин, он может быть буддистом На территорию То есть когда заходите в пагоду В храм обязательно разуваться И переступать через порог Индусы наступают на порог А тайцы переступают через порог Это невозможно как-то передать словами Это надо просто сами прийти И посмотреть И зарядиться вот этой вот энергетикой А энергетика здесь, да, бешеная В общем, будды тут по дням недели Можно сделать приношение своему будды Дня вот суббота Это вот такой вот в окружении А у Палыча понедельник Это вот такой вот будды И в среду Две будды Два будды То есть рожденных в первой половине дня И во второй половине дня Поэтому статуя так будто 8, а не 7 Или 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 А почему 9? Потому что 1 Ты как слушала? 1 Это вот когда он достиг просветления И сидел под деревом Вот видите? Я вообще ничего Я все прослушала Кстати, все зависит от положения пальцев Тоже рубки, стей Вот это вот все Это кто интересуется Вот эта история буддизма Это все вот зависит от малейшего Как что, руку, какой жест сделать Мы, конечно, этого ничего не знаем Но здесь прям красиво Пойдемте зайдем внутрь Пока не села батарея Давайте зайдем В храм Здесь несколько этажей Походить, гулять Посмотреть Пофотографировать Здесь нам дали целый час времени Поэтому можно не торопясь гулять Никого пока нет Посетителей Поэтому Можно все просматривать Давайте зайдем Посмотрим очень красивые фрески Вышли из помещения Смотрите, сколько этажей в этой пагоде Мы, конечно, дальше уже не пойдем Мы, конечно, дальше уже не пойдем Давайте прогуляемся Посмотрим вид с другой стороны Если меня сейчас снять со стороны Это выглядит очень смешно Потому что я снимаю с двух камер Одновременно Вот так вот Открывается Красиво В общем, сами можете видеть Насколько здесь красиво Всего этого словами не передать Это надо просто увидеть Я снова потеряла Палыча Потом Будда А вот как раз те тигры Которые спасли Будду От смерти Давайте еще сюда пройдем Сделаем фоточку Поднимемся Тут, конечно, все в золоте Такое прям великолепие Великолепие В общем-то вот так вот здесь можно ходить Гулять А тут же идет ремонт Видите Сейчас будем чистить карму Ты в курсе, что когда ты не знаешь Ритуал правильный Лучше его вообще не проводить В общем, вы подготовьтесь, пожалуйста Когда соберетесь на экскурсию А вообще надо Вот такие вот Штуки висят Я, к сожалению, даже не знаю Как они называются Вот если вы середину двумя ручками вот так трете И если раздается гул Это значит, что у вас карма чистая А если гул не раздается Значит, карму надо почистить Сейчас проверим А, какая палочка карма Послушай Давай я покажу, как надо тереть Ты забыл просто, давно не теришь Видишь, где-то самое натертое место А? Слышишь? А вот сейчас Надя потрет Поехали Блин, тоже звенит Звенит, звенит Очистила карму Возвращайся Видишь, у меня карма чистая Да Да, карма чистая Как хочешь Да нет Пал, у нас теперь чистая карма Ура На территории храма Организованы вот так лестницы Они довольно-таки высокие Получается зеленая лестница Это для немощных людей и монахов Чтобы их никто не касался Чтобы не создавать Вот эти воплечения на движение Какая-то женщина, не дай бог Нечайно даже коснется Немака Ему придется весь свой обед Заново Единственный, я бы сказала, минус Может, это плюс для тайцев Это то, что все указатели Все надписи На частейшем тайском языке И, к сожалению, у меня Окончательно села батарея Заканчивается время в карте памяти Поэтому, если я сейчас найду аккумулятор Подключусь То будет еще какое-то включение А если не подключусь То Подключусь чуть-чуть попуще Вот такой вот он Храм Тигра В Таиланде Если даже вы не хотите И вас привезли с экскурсии Ходить по территории храма То вы можете Просто погулять Здесь обдувает ветерок Такой хороший И сделать несколько фотографий Фотографий Там что-то горит Наверное, рисовые поля Ну что, ребята Я вам говорила, что у меня камера садится Так вот, она благополучно села И мы спустя 4,5 часа, наверное Телепортировались В наш отель После последней остановки Это храм был Потом еще пара технических остановок В общем, экскурсия Вот такая Советуем Гид Эрик просто огонь Насколько сначала Впечатление от человека было такое Да, я говорила в самом начале Луи, с гидом не повезло Капец, как повезло Вот советуем Прямо на реку Квай Я с другими не ездила Раньше мы были Но там гид так себе было А здесь прямо Он много знает История Таиланда Он вообще такой Подкованный, эрудированный Подписываюсь под каждое слово Да В общем, все нравится Организация была классная Приехали вовремя Нас забирали в 3 часа из отеля 2.50 Прислали смс-ку накануне Все, как обещали Утром девочка написала В этом ватсапе Подходите, выходите Там туда-то, туда-то Машина едет Не переживайте Вообще на связи Вы четко 2.50 2.55 По-моему Подъехал автомобиль То есть вообще Это перебрас у нас так Чтобы беззадить Водитель хороший Грамотно Грамотно Не дергает Включил нам фильмы Пока ехали 2 фильма Посмотрели Это очень сильно Скрашивает То, что Ноги затекали А так Эрик постоянно Нам что-то рассказывал Там все Вот эта история Очень интересно И такие вещи жизни Там обычаи Таиланда Которых мы даже Не догадывались Даже современные Какие-то такие Постковидные вещи И это ни в коем случае Не реклама Мы ездили целиком За свои деньги То есть Никаких там Проплаченных Если вы думаете Нет Мы Честно Понравилось Понравилось Что видели То вам показали Надеюсь Вам тоже понравилось Вы в следующий раз Возьмете экскурсию Там Через другое агентство Не знаю Но вот нам понравилось Рекомендовать Севентур Сейчас мы по-моему Чип тур Ну короче Либо Чип тур Либо Севентур Они как-то объединились Непонятно Офис находится Рядом с отелем Сибриз Мы там брали У Дмитрия Ну они Как бы разбросаны По-моему Я даже Муравьев привез С Клая Вместе с Орешками Но Надюха Сказала Выбросить Что нам Такие дети Не нужны Так жалко Столько кешью Короче Идем сейчас На массаж Потому что У меня Отекшие ноги В машине Я уже И каждого Назвал Василий Иннокентий А она Говорит Нет Сейчас Делаем Массаж А потом У нас Будет Ужин Ужин Убийца Муравьев Мы сделали И вот Таких Застоба Дают С ним Так же И васаби И соевый И соус Имейте ввиду У нас Получилась Одна порция Постоба Которую мы Выбрали А которая Уже Распакованная У них Стоит на остатках То есть Они вот Закрываются И чтобы У них Ничего Не Оставалось Они Продаются Очень Задешево Не Будьте Такими Жи Как Мы Лохами Короче Ну Они Там Сами Складывают А тут Там Уже Особо Тут Тоже Выбирать Ничего Было Чего Сказать Уже Все равно На остатках Брали Просто Немножко Тупанули Но Вы Уже Не Скупите Вы же Смотрите Это Видео Ветер Чуть Не Поели Короче Ветер Усиливается Походу Будет Опять Какой Нибудь Дождь Или Что-то Время К вечеру Сейчас Поедим Ляжем Вайньки Немножки Так Хорошо Размяли Мне Сегодня После Экскурсии Это Было Само То Увидимся С вами Завтра У нас Еще Впереди Два Жарких Дня Я Надеюсь Что Они Будут Жаркие Если Вам Понравилось Наше Видео Обязательно Ставьте Лайк Единитесь В соц Сетях Жмите В колокол Конечно Подписывайтесь На канал Мы Вас Любим Пока Пока Субтитры Субтитры подогнал «Симон»